Детскому саду компенсирующего вида для детей с туберкулезной интоксикацией необходимо новое здание. Об этом работники дошкольного учреждения поведали депутатам окружного парламента. Встреча была организована работниками детского сада. Наболевших проблем много, но старое и маленькое здание – самое главное. Этот детский сад – одно из старейших образовательных учреждений региона. Первых воспитанников он принял в 1941 году. Сейчас в садике находится 40 воспитанников из населенных пунктов региона, хотя оздоровление требуется большему количеству малышей. Ведь в детском саду воспитываются дети из семей, которые имели контакт с больным туберкулезом, которые находятся в группе риска или в трудной жизненной ситуации. Места в садике не хватает. Сейчас открыто только две группы, в которых находятся дети от 3 до 7 лет. Очередь у нас списочная есть. Как бы нам предполагаемые воспитанники, которые должны к нам поступать. Но нет кое-как места, как бы сказать, или места. Нам тубдиспансеры предупреждают, что вот эти детки к вам пойдут. Но когда они придут, мы не знаем. О том, что пора расширять детский сад, говорят уже давно. Строительство нового здания планировалось еще в 2007 году. Выделили участок, сделали проект, но дальше дело не пошло. Сейчас проектной документации достаточно много стоит. Но в любом случае мы буквально ближе к концу года будем заслушивать Кайдалова, это замгубернатора по строительству. Предварительно направим ему этот вопрос, чтобы они нам что-то сказали по тому поводу. Если до конца года, в принципе, мы успеем еще с Татьяной Васильевной на эту тему пообщаться, хотя бы найти концы вот того проекта, который тогда был. При строительстве нового здания в детском саду смогут открыть еще несколько групп для детей с ослабленным здоровьем.